Ваш. 15 часов 6 минут в российской столице. С нами сегодня шеф-корреспондент издания «Униан» информационного агентства Роман Самбалёк. Проведут передачу Марина Максимова и Станислав Крючков. Роман, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я смотрю, вы в белой рубашке, да, это специально? Праздник. Конечно. Почему бы не порадовать себя праздничной одеждой в связи с проведением демократично открытой и честно первого тура. Мне кажется, для любой страны это важно, а такой страны, как наша, тем более, потому что мы не только декларируем, но и показываем всему миру наши демократические ценности. Да, это ругательство в России, но, тем не менее, и свободу выбора для любого гражданина Украины. Это здорово. А за какие ценности проголосовали 30% ваших сограждан в лице Зеленского? Потому что для многих темная лошадка, человек медийно не сделал практически ни одного заявления в течение всей кампании. В любом деле главный результат, и его результат говорит о том, что стратегия проведения кампании была выбрана правильно. Я думаю, что тут несколько течений, которые попали в одну реку и привели к этим на сегодняшний день 30%. Там это протестное голосование, многие устали от действующей команды, потому что у нас же не только армия Вира и Мова, если мы говорим о Петре Алексеевиче, есть еще ряд коррупционных скандалов, которые совсем мягко не очень нравятся рядовому гражданину. Плюс запрос на новые лица и на изменения. Поэтому, я думаю, к этому всему добавился прекрасный фильм «Слуга народа» первый, второй и третий сезон. Возможно, через какое-то время его будут, этот фильм, изучать на факультете пиара в Киевском университетах, а может быть и в московских. А если не о пиаре, а о содержательных вещах, что мы знаем о Зеленском, о его позиции по евроинтеграции, о его позиции по членству Украины в НАТО, о его планах по разруливанию конфликта, как сейчас Песков сказал, на юго-востоке Украины. То есть, к какой условно партии это принадлежит? Ну так, если обрисовать, да, хуй из мистер Зеленский. Этот вопрос созвучен мне с вопросом «хуй из мистер Трамп», но если отвечать по существу, на сегодняшний день он в большей степени политик инкогнито, потому что он избегает самых острых и противоречивых тем в украинском обществе, такие как НАТО, языки, история. И, возможно, это правильно, если учесть, что в плане языка НАТО и истории у нас сделано достаточно. И, по сути, он этого не опровергает, а наоборот, именно вот эти вот такие чувствительные темы, он их, по сути, поддерживает. То есть, неизменно европейский курс. По поводу НАТО он не говорит «нет», но референдум. Но если учесть, что мы прямо сейчас не вступаем, то это значит тоже «да». А по поводу истории, что тоже, как бы, так немножко колбасит украинское общество, он пока молчит. И, думаю, по этим пунктам будет сохранять такую нейтральную позицию очень долго. Это не настораживает? Ну, подождите, у нас еще есть три недели узнать, кто он. Во-первых, ему начнут сейчас помогать. Вот, например, Дмитрий Сергеевич, это я у него задавал эти вопросы. Правда, он почему-то, господин Песков говорит о юго-востоке, проблемах юго-востока. Никаких проблем на юго-востоке нет, потому что именно юг и восток во многом привел Зеленского во второй тур. Проблемы есть на Донбассе, и мы еще называем это оккупацией Российской Федерации. И такой же позиции придерживается Зеленский в том числе. Поэтому в ситуации, когда в России уже сказали, что Крым наш, мы вам его не отдадим, а Донбасс вроде как ваш, но мы его тоже не отдадим. Потому что вот эта мантра кремлевских чиновников, в том числе президента России, о том, что выполняйте минские соглашения, и мы вам вернем Донбасс, в это мало кто верит. А это значит, что Зеленского на российском направлении уже поставили в ситуацию, что он ничего изменить не сможет. И я, даже если захочет, вряд ли он захочет, потому что у нас кандидатов много, а президент один. И этот президент, он избирается украинским народом, а не назначается, как на оккупированных частях Украины, на российским руководствах. Я говорю про Крым и Донбасс. Персонально ваш Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент издания «Униан». Подключайтесь к нам с вопросами в адрес гостя нашей эфирной координатой прежней. СМС на номер плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот, семьдесят, сорок, пять, сорок, пять. Сообщение в эфир через форму сайта эхо.msk. Ну и также работает чат основного канала «Эхо Москвы» в Ютьюбе и твиттер-аккаунт «Вызван». Кстати, в следующем часе, во время нашего дневного разворота, вы можете следить за трансляцией другого эфира «Разбор полета», который произведут Ниной Расибашвили, Алексей Виндиктов, и гостем будет Питер Тэш, посол Австралии в России. А мы возвращаемся все-таки к выборам на Украине. Вы как-то так немного вначале вскользь сказали, что так обрисовали немного коротко тех людей, которые голосовали за Зеленского. У меня вот такой вопрос, может быть, концентрированный вопрос. Вот этот его электорат, это в какой-то степени случайный протестный электорат или это именно вот за него? — Я думаю, что тут то, что я сказал, масса факторов, которые... — Ну, то есть все-таки в какой-то степени ситуационный, случайный, да? Потому что новый, потому что популярный. — Слушайте, сейчас перед вторым туром я думаю, что желающих ответить для себя, кто же такой Зеленский... — То есть теперь поточнее уже, да? — Увеличиться. — Теперь по конкретнее, пожалуйста, да? — Поскольку, ну, по большому-то счету от Петра Алексеевича мы знаем, что ждать. Это НАТО, это Европа, это четкая позиция по России и не очень четкая позиция по внутренней политике, что, собственно говоря, и дало такой процент Владимиру Александровичу. — Да, и называть теперь Зеленского надо, можно уже по отчеству, потому что он у нас состоявшаяся звезда украинской политики. — А вот среди тех объяснений, которые, ну, довольно часто сегодня встречаются и касаются успеха Владимира Александровича в первом туре, такие объяснения, как запрос украинцев на героическое, на волшебное, на чудесное, вот вам как-то это близко? — Я думаю, что, конечно, все мы любим и верим в сказку, но вряд ли из 30%, которые за него проголосовали, все наивные и люди без чувства ответственности. Так не бывает. Поэтому я не сторонник, как бы у нас очень часто все там бурлит в Украине, все отходят от результатов. Кто-то говорит, его чуть ли не называют пророссийским кандидатом или еще что-то. Я категорически с этим не согласен, потому что за него проголосовал очень сильно юг Украины, это русскоязычные регионы, но я прошлым летом там провел практически целый месяц. И могу вам сказать, что люди, с которыми я встречался, у них, да, они русскоязычные, ну, мягко говоря, пророссийскими их назвать нельзя, потому что даже в кафе в абсолютно русских регионах, причем в русскоговорящих, прошу прощения, регионах, почему-то пароль на Wi-Fi «Слава Украине». И все говорят на русском, как бы, но в адрес вашего президента высказываются очень критично, но я цитировать не буду. Хорошо, да, не надо. Давайте тогда мы продолжим именно вот четко про Зеленского. Есть у меня вопросы, но просто раз уж мы затронули тему, как проходило голосование сейчас, просто чтобы уже тогда закрыть этот вопрос, а вы можете объяснить, почему вот за Зеленского, почему вот он первое место занял, да, в южных регионах страны, и почему меньше всего его поддержали на западе страны? Какое объяснение? Вы знаете, по большому счету после 2014 года и после того, как Россия захватила Крым и Донбасс, то люди разочаровались в политиках, во многом разочаровались, которые представляют осколки партии регионов, те, кто голосовал за Януковича. И в этом плане Зеленский, ну, наверное, очень симпатичный кандидат, потому что он сам по себе русскоязычный, он стопроцентно УКР, и я ни разу нигде не видел, чтобы эта позиция каким-то образом поддавалась сомнению. Он поддерживает украинскую армию, вчера смотрел телевизор, сказали, что он финансирует националистические батальоны. Ну, не знаю, есть ли у него такие возможности, но, по сути, он позиционируется в Украине как патриот нашей страны, но без, скажем, такого акцента на эти гуманитарные темы, которые мы обсуждали. Это языки истории. А что касается его коротких комментариев, он преимущественно их дает по-русски, это не является фактором каким-то? Многим людям это не нравится, и опять же, через три недели мы посмотрим, насколько это важно для граждан Украины. Мое личное убеждение, что президент Украины должен говорить на украинском языке, поскольку украинский язык у нас единственный государственный, и этот тезис подчеркнул в том числе Зеленский. И по-украински он говорит прекрасно. — Скажите, история с дебатами, раз уж мы говорим о том, что предстоит в течение ближайших недель. Вначале он отказался участвовать в дебатах, потом, вроде бы, отвечая на вопросы журналиста, сказал, что «Ай, все, ладно, пойду, будет». С чем вы связываете вот такую вот неопределенность в плане дебатов? Ведь довольно такая яркая вещь, в которой как раз можно себя проявить. Это что, это какая-то неопытность именно его как молодого политика? — Я думаю, это комплекс решений. Понятно, что если он попадет в террариум с такими акулами украинской политики, как Петр Алексеевич или Юлия Владимировна, то ему будет очень тяжело. — Ну так он уже в этом террариуме. У них и скорость, реакция мгновенная на любые раздражители такие вербальные. Он в этом террариуме, но он еще как бы не сталкивался с этим. Я не знаю, какое решение примет в конечном итоге его штаб, потому что я вот уже смотрю, люди, которые, как я предполагаю, работают в его команде, они уже так забрасывают такие вещи, что, может быть, и не стоит ему принимать участие в дебатах. Поскольку, ну, как бы, не факт, что он сможет переговорить Петра Алексеевича по многим и основным темам. Но, опять же, люди, которые за него проголосовали, возможно, они за него проголосуют снова, вне зависимости от того, как он себя покажет на дебатах. Потому что, ну, если это протестное голосование... — Но зато если он скажет «нет», если не пойдет, если испугается, да, ведь так можно сформулировать. — У нас штаб и люди, которые поддерживают Петра Алексеевича, они другой синоним используют в части, испугаются. Но, понимаете, опять же, главный результат. Если они посмотрят, что это дает им больше шансов для того, чтобы в конечном итоге выиграть выборы, а не принять в дебатах, это, наверное, повод для того, чтобы тебя назвали не самым смелым кандидатом, но президентом впоследствии. — С нами Роман Цымбалек. Роман, скажите, а вот что, ну, не в плане советов, да, для Петра Алексеевича должно произойти, чтобы через три недели он смог сохранить свое президентское кресло? — Вы знаете, я могу, конечно, ошибаться, но я вот сегодня даже так публично даже сказал, что если вот ставить, кто победит, кто проиграет, мне все равно кажется, что у Петра Алексеевича шансов больше на один процент. То есть я ставлю 51 на Петра Алексеевича, 49 на Зеленского. Хотя тут ошибаться понятно, что очень легко. Что он должен сделать? Ну, во-первых, три недели — это очень большой срок для ведения компании. Тут нужно показать, чтобы убедить второй раз людей поддержать, его надо показать, что вот эти вот его обещания насчет там руки по трубе тем, кто ворует у армии, и показать, что он способен выполнить главный запрос общества на справедливость, а это как раз судебная система, коррупционная, антикоррупционная деятельность, потому что у нас органы много сделали, а эффекты от них пока не очень, чтобы заработал этот антикоррупционный суд и так далее, и так далее. Просто времени очень мало, и я не знаю, насколько это удастся. Плюс, опять же, масса людей, это уже зависит от степени авантюризма украинского народа. Потому что кто такой Зеленский и как он поведет себя на должности президента Украины, ну, наверное, даже те, кто за него голосовал, точно не могут ответить. И вот что победит, а вот это холодное рацио или... А вдруг повезет? Не знаю. Ну, вот сейчас пойдет борьба за электорат третьего, четвертого кандидата, да, за Тимошенко, за Бойко, за Гориценко. Вот Тимошенко, да, альянс возможен с Зеленским? Они отрицают, но тем не менее... Да, как раз недавно прям пишут заявление, да. Слушайте, независимость от того, победит ли Владимир Зеленский на выборах, уже понятно, что слуга народа заведет просто гигантскую фракцию в парламент. Но тем не менее другая... И вот до того момента, пока не закончатся выборы, они, естественно, не будут подавать сигнал общества, что они готовы с кем-то каким-то образом сотрудничать и делать коалиции, потому что это им не надо. Но вы допускаете, что вот под ковром этот разговор сейчас ведется и ведется очень интенсивно? Я думаю, ну, слушайте, это Украина, у нас немножко не так. Почему под ковром? Люди же общаются друг с другом, подают друг другу сигналы. Но в конечном итоге, допустим, если, я не знаю, Зеленского, он станет президентом, не дискредитирует себя за эти полгода до выборов и скажет, ребят, вот моя партия, голосуйте за нее, за нее проголосуют 50%, плюс один человек. Он скажет, ну, кто там, кто в этом? В политике со старыми лицами, которые всем уже надоели, вы мне не нужны, до свидания. Вы все оппозиционеры, если пройдете в парламент. Поэтому тут будет от этого зависеть очень многое. Подождите, я чуть пораньше нас передвину, потому что выборы в парламент, действительно, еще полгода до октября дожить нужно. А я все-таки про ближайшие три недели и к голосам Тимошенко. Почему? Потому что ведь сейчас, фактически, до парламента еще далеко, а сейчас ведь будет вестись борьба за голоса, как вот, да, мой коллега Стас правильно сказал, за голоса те, кто голосовали, ну, в большой, да, в большой степени за Тимошенко, 13%. Я так понимаю, что в отличие от Зеленского, у которого в какой-то степени голоса, вот, ситуационные, как мы сказали, запрос на новое лицо, да, за протестный запрос, то те люди, которые голосовали за Тимошенко, это такие вот ее убежденные сторонники. Ну, в большей части, как мне кажется, скажите, если это не так. И поэтому, если ты хочешь эти голоса себе забрать, получить в большей степени, да, за эти три недели, значит, нужно как-то договариваться с тем человеком, за кого эти люди голосовали. Вы знаете, мне кажется, что в Украине не сработает вот эта модель, там, допустим, если Юлия Владимировна скажет, типа, голосуйте за того-то или за того-то публично. Ну, уж зачем прям так в открытую? Ну, просто как-то пожать руки. И поэтому, в конечном итоге, так это то же самое, в конечном итоге, избиратели, кандидаты которых не прошли во второй тур, они будут голосовать во второй тур, вне зависимости от того, что скажут их кумиры, в кавычках, естественно, за которых они голосовали сейчас. Ну, допустим, вот Гриценко сказал, что он никогда не поддержит Порошенко, чтобы не было пять лет мародерства, там, и всякого другого нехорошего, что у нас, по его мнению, было. Ну, а мне, например, кажется, что, наоборот, электорат Гриценко, он больше тяготеет как раз к вот этим идеям, которые озвучивает Петр Алексеевич. Я даже неоднократно слышал, что люди, например, как бы колеблются, за кого голосовать. И Порошенко, и Гриценко, и Смешко. То есть, если вот говорят о такой конфигурации, то с большой вероятностью, мне так кажется, эти люди проголосуют за Петра Алексеевича. А представители остатки партии регионов, они, скорее всего, проголосуют, я говорю, Вилкул и Бойко, те, кто их поддержали, соответственно, скорее всего, за Зеленского. А Тимошенко сложно сказать. Мне почему-то кажется, что в конечном итоге Петра Алексеевича они предпочтут, потому что это люди все-таки более зрелые в части возраста, соответственно, менее склонны к экспериментам. Но, опять же, это во многом могут быть досужие размышления. Вы же накануне не смогли проголосовать, да, вы здесь были? Ну, пришлось работать здесь, что же делать? А насколько вот этот фактор значим, то, что украинцы, находящиеся в России, не получили возможности оставить свой голос? Ну, я думаю, что основная масса к этому относится с пониманием, в том числе и я. Потому что я, конечно, хотел бы проголосовать, но Россия — это особая территория, особая страна. Она не просто записана в украинских нормативных документах как страной-агрессором. Она контролирует два — Крым и часть Донбасса. И этот факт, как бы, ну, мне кажется, очень многое объясняет. А вопрос в том, как это повлияло, ведь все-таки украинцев на территории России довольно много, ведь речь идет о миллионах, о миллионах человек, которые не смогли проголосовать. Никак это не повлияло. Почему? Ну, потому что на территории Российской Федерации и до войны всегда было много граждан Украины. И всегда была, цифра там колебалась, но обычно это считалось полтора миллиона граждан Украины, которые постоянно находятся на территории России до 2014 года. Сейчас там очень сложно понять, как считать, потому что Крым, он где? Потому что, опять же, украинское государство всех крымчан считает гражданами Украины. Это так, на ремарках. Соответственно, с Донбассом очень сложно. Но смысл в чем? Смотрите, к сути вашего вопроса. У нас проголосовать можно было в пяти местах. Это четыре генконсульства и посольства в Москве. Самое большое количество за всю историю независимой Украины и голосования в России, по-моему, в 2010 году проголосовало 5137 человек. Ну, добавить еще консульства, это все равно не больше 10 тысяч человек. А серьезно, в каком году? То есть до Крыма было? Да, до Крыма. То есть вот из этих миллионов, вне зависимости, сколько их тут миллионов, надо определиться. Я поняла, да, активно, свою политическую активность выразили. Дело не в этом. Это технически очень сложно сделать. Во-первых, Россия большая. Для того, чтобы проголосовать за границей, надо заранее приехать, стать на консульский учет, подать там кучу документов и проявить большое желание в этом. Не все живут в Москве, не все живут в Ростове, не все живут в Новосибирске. Иногда, находясь в Брянске, например, это большой вопрос. Куда проще поехать? В Украину голосовать, если тебе так хочется? Или поехать, допустим, в Москву, к чему приписана Брянская область? Она входит в этот консульский округ, который голосует в Москве. Просто к тому, что ситуация-то изменилась как раз после Крыма. И людей, получается, людей должно возникнуть вот это желание проголосовать. Слушайте, кто очень сильно хочет, должен взять билет и поехать в свободную Украину голосовать. Я вот сейчас не ездил, может быть, на второй тур слетал бы, например. Я не знаю. Ну, посмотрим, как там будет по работе. Но делать вид, что после 2014 года ничего не произошло, и тут возмущаться, что гражданам Украины не дают голосовать. Я, как пострадавшая сторона в том числе, я говорю, что не надо. Хорошо. У нас остается буквально полтора минутки, поэтому коротко вернусь к вашей белой рубашке праздничной. Тогда вот. Да. Сделаю вывод из ваших первых слов, с чего мы начали передачу, что как прошло голосование, как оно было организовано. То есть, понимаешь, что у вас никаких претензий к этому нет. Тут просто как раз вот молния пришла. Наблюдатели ОБСЕ и ОСЕ решение Украины не допускать на выборы наблюдателей от России противоречит нормам ОБСЕ. Вот 45 секунд. Очень жаль, что Российская Федерация оккупировала часть государства Украина, и мы должны теперь выслушивать вот такие тезисы от ОБСЕ. На голосование в конечном итоге это не повлияет. Шеф-корреспондент издания Униан, Роман Цымбалек, сегодня персонально ваш. Вы можете присоединяться к нам с СМС, который на новостях. Накидайте нам. Плюс 7, 9, 8, 5, 9, 7, 10, 45, 45. Сообщения пишите в эфир. Чат основного канала «Эхо Москвы» в Ютьюбе работает. Также задействован Твиттер, аккаунт вызван. Мы продолжаем. Станислав Ключков, Марина Максимова. И у нас в гостях шеф-корреспондент информационного агентства Униан Роман Цымбалек. У нас не заканчиваются вопросы все-таки «хуй из мистера Зеленский». Видимо, в первой получасовке... Возможно, я на все вопросы не знаю ответов. Ну да, и может быть, даже в течение этих трех недель никто не ответит на эти... Тут спрашивают уже, когда ближайшие дебаты, но я так понимаю, что ничего еще не объявлено соответственно. До того момента, пока ЦИК официально не гласит о победителе и кто вышел во второй тур, я думаю, об этом никто говорить не будет. У нас сейчас, соответственно, 80, да, где-то с лишним процентов? 82 протоколов обработано. Кстати, вот фактор Томаса, который оказал значительное влияние на позиции Порошенко по итогам первого тура... Укрепил. Да. Вот Зеленский какую позицию здесь занимает? Я думаю, нейтралитет, если честно. Дело в том, что Путер Алексеевич многими своими действиями, независимо от того, как бы пройдет он, победит он или не победит, он же себя однозначно вписал в историю Украины. Потому что, как бы, дело о коррупции с людьми, у которых фамилия была Свинарщук, она забудется, а это останется навсегда. Как бы, в частности, Томас и так далее. Но тут есть другой момент, что, как бы, такое стремительное создание украинской церкви, например, возможно, в тех же южных регионах имело обратный эффект. Поэтому, ну вот я вот сейчас с многими политтехнологиями говорил, что далеко не все однозначно это воспринимают. Потому что это как раз вот такая тема, то, что называется, то, что берет за чувства и за эмоции, она не всегда выигрышна. И, кстати, опять же, результат об этом говорит. А на ваш взгляд, скандал вокруг Укроборонпрома, он будет использован вот в эти три недели штабом Зеленского? И, в свою очередь, карта Коломойского. Вчера Порошенко заявил, да, по итогам голосования, дескать, вот Зеленский, марионетка Коломойского, то, сё. Вы меня ставите в сложное положение. Дело в том, что я работаю в компании Униана, акционером которого, это всё группа 1 плюс 1, ну, акционером которой является Игорь Валерьевич. Я, к сожалению, он меня не уполномачивал быть своим адвокатом, я, может быть, хотел бы. Но упрощать ситуацию до марионетка Коломойского, ну, как мне кажется, это, ну, не совсем дальновидно, даже с точки зрения вот этих трёх недель. Потому что, ну, Игорю Валерьевичу, возможно, тоже в Украине поставят когда-то памятник за его деятельность в 2014 году, за то, что он остановил российскую агрессию в Одессе, и в Днепропетровской области, в Запорожской. Но, мне кажется, он всё-таки не всесильный человек, и он не может так вот манипулировать 30% украинских избирателей, 30% взрослых людей. Вот я всё-таки склонен к этой позиции. Хорошо. Заявление Порошенко о том, что украинцы вчера сломали российские сценарии первого тура. Вот действительно можно ли говорить о том, что в Москве условно, может быть, негласно, как-то из-под тяжка ставили на Владимира Александровича? Ну, есть мнение, что Москва хотела бы, чтобы Пётр Алексеевич сошёл с дистанции уже в первом туре, и во второй вышел, соответственно, Зеленский-Тимошенко. Вот если с этой точки зрения смотреть на эту ситуацию, тогда, да, мы сломали очередной раз замысел. А политически в этом какой-то смысл есть или просто эстетически такие нелюбовь к Порошенко в Кремле? Ну, это очевидно. Достаточно послушать, что говорит президент России, который называет почему-то президент страны-агрессора, называет президента страны, которая защищается фанатом войны и так далее. Пётр Алексеевич для Кремля неудобный партнёр, и никто здесь это не скрывает. Владимир Владимирович, даже отдавая приказы стрелять по украинским военным в Чёрном море, даже не хочет брать трубку, обсудить со своим украинским коллегами этот вопрос. Мне кажется, что в такой ситуации нужно превозмогать свои эмоции, потому что это не личные разговоры, а дело государства. А звонки такие тогда были? Нет. Было желание Петра Алексеевича поговорить. Ну, знаете, желание — это одно, а звонок — это другое. Может быть, и снял. В Кремле сказали, и Владимир Владимирович лично это говорил, если не ошибаюсь, 3 декабря, что он не будет принимать участие в избирательной кампании Порошенко. Но мне кажется, в ситуации, когда могут погибнуть люди или могли погибнуть люди, всё-таки лучше, чтобы разговаривали между собой президенты двух стран, а не военные двух стран стреляли в друг друга. Роман Цымбалюк у нас в эфире, шеф корреспондента информационного агентства «УНЯН». Говорим про украинские выборы. Зеленский создаёт впечатление популиста, который только эксплуатирует образ собственного телевизионного персонажа и обещает подрубать руки за воровство. Я в это не верю. Денис из Пермского края. Очень многие граждане Украины настороженно относятся к Зеленскому, потому что вот в этих уже хрестоматийных фильмах «Слуга народа» показана Украина в таком виде, что она остров, что нет России, что нет российской агрессии, что у нас там есть негодяи-олигархи и вопрос только, чтобы победить коррупцию. Я, например, не сторонник, чтобы упрощать ситуацию до такого уровня. И опять же, вот сейчас возникнет у очень большого количества людей вопрос, кто такой Зеленский. Потому что одно дело, не любовь к Петру Алексеевичу, ну это норма. Слушайте, даже в России Путина критикуют за пенсионную реформу, а у нас, когда можно и нужно критиковать президента, то все шишки на него валятся. И весь негатив за последние пять лет он поймал на себе. И при этом, кстати, при таком негативе он попал во второй тур. И я не считаю, что вот этот разрыв, ну 10, чуть больше процентов. Двукратный фактически разрыв. Ну, посмотрим. История избирательных кампаний на этой планете говорит, что пока не прозвучал последний звонок или гонг о том, что матч закончился, все возможно. Но потенциально же в мае 14-го года у Порошенко было 57, насколько я помню. 54 он выиграл с таким результатом. Вот теоретически ведь можно собрать этот разбежавшийся электорат. Вот какие шаги прям вот нужно раз, два, три. Дайте совет Тетру Алексеевичу. Я думаю, что он должен прекратить называть тех, кто голосовал за Зеленского агентами Кремля. И вот такие вот, ну скажем, уничижительные формулировки использовать. Потому что мы все граждане Украины, у нас у всех один голос, и мы в этом плане равны. Это очень важно, как бы, даже если он проиграет, важно для того, чтобы не было вот этого раскола в обществе и так далее, и так далее. Потому что пока он президент, он отвечает за все. Пока он эту баллу не передал. И второе, ответить на вот этот вот главный вопрос. То есть, смотрите, по соцопросам у нас три топ-темы. Это война с Россией, с вами. Вторая — это коррупция. И бедность. Если с бедностью, на самом-то деле, если так вот... Ну, за три недели тут не поборешься, очевидно. Ну, знаете, если с холодным сердцем смотреть на ситуацию, то экономика растет, уровень благосостояния людей увеличивается. Да, об этом не скажут по российскому телевидению, но у нас там ВВП растет быстрее, чем в России. Реальные доходы населения выросли на 10% за прошлый год. Внимание, сколько в России, по-моему, там минус небольшой. Правда, при этом большое количество бедных, очень бедных людей, особенно пенсионеров, которые вот это... И они уже не работают, и, соответственно, они этого не чувствуют. То есть, как бы, тут еще можно как-то играть. А вот, мне кажется, как ни странно, или закономерно, для большинства граждан Украины, именно вот этот вопрос ключевой. И сейчас, во время этой избирательной кампании, Петру Алексеевичу будут всегда говорить, где отрубленные руки коррупционеров. Покажите нам отрубленные руки и бросьте их вот сюда на стол. А Укроборонпром не заставит ли он его молчать на эту тему, так не педалируйте ее в течение предстоящих трех недель? Слушайте, ну, как он может заставить? Во-первых, когда настоящая борьба за власть, президенту придется отвечать за эти действия. И понятно, что эти скандалы все, которые... Это же материалы уголовных дел, оно расследовалось, расследовалось, а потом опубликовали это журналисты. И тут опять же возникают вопросы, и у меня в том числе. Ну, а как же, вы создавали антикоррупционные органы, и уголовные дела у вас есть, все у вас есть. Почему никто не сидит в тюрьме? И вот этот вопрос, он остается открытым. Удастся ли команде и штабу президента изменить ситуацию? Я не знаю, но у него работают опытные пиарщики и опытные политтехнологи. То есть 50 на 50. Шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалек. Мне, знаете, что интересует феномен Бойко. Он набрал на подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей достаточно много. Вот с чем это связано? Как там, в принципе, было организовано голосование? Оказало ли оно хоть какое-то влияние на общий ток? Ну, результат, как бы мы видим. Это говорит о том, что у них будет хорошая фракция в будущем парламенте. Вы знаете, тут есть определенный феномен в этом плане. Что вот мой друг, украинский журналист, который поехал освещать выборы в Луганскую область, он проводил свой мини-соцопрос. И люди действительно говорили о том, что они голосовали за Бойко. А на вопрос, а как вам его деятельность, как хозяйственник? Они говорят, да они тут распилили все заводы, все пограбили, как бы и уехали в Киев. И пока я для себя не могу ответить на вот это, почему первое и второе не вызывают противоречий в головах украинского избирателя, но на то не и выборы. Загадочная украинская душа. Да, на то не и выборы, чтобы каждый человек может голосовать, как он считает нужным. Это к тому, что я не склонен рвать последние волосы на голове, что эти кремлевские агенты, это украинцы не совсем такие, как хотелось бы и так далее, и так далее. Все граждане Украины, это их выбор. ОБСЕ выразил надежду, что все участники украинских выборов примут результаты первого тура. Но здесь, соответственно, возникает вопрос, а примут? Есть какие-то опасения протестующих или желающих опротестовать? Послушайте, по большому счету все результаты уже приняли. Юлия Владимировна очень сильно расстроилась, и я ее сочувствую, потому что все время или вторая, или третья, и тут этот политический возраст тоже не безграничный. Ну, сочувствую. Еще один рывок для нее возможен, как вы думаете? Вы знаете, я думал, что у нее, понятно, что у нее будет фракция в парламенте больше, чем сейчас, но я не уверен, что при таком вот раскладе у нее есть шансы претендовать на место премьеры. Это ключевая, на самом-то деле, это ключевая должность в нашей стране с условием, если президент и если в Раде будет не пропрезидентское большинство, тогда автоматически центр принятия решений экономических, а там, где бабки, там самое главное, переходит в правительство. А если мы допускаем, что это пропрезидентское большинство должно быть большинством Зеленского, слуга народа, это вот что за структура такая? Вы знаете, за полгода, которые остаются до выборов, это будет, судя по всему, сформированная армия с узнаваемыми лицами, за которые будут голосовать. — Молнии просто приходят, комментируют ситуацию на Украине, наш российский МИД. Я напомню, что матом ругаться нельзя, у нас ни в Ютьюбе, ни в эфире. — Я никогда не ругаюсь матом, даже когда слышу сообщение МИД России. — Для нашей службы информации, ну я думаю, что, разумеется, должна спросить, происходящее на Украине оставляет мало шансов на нормализацию отношений Москвы и Киева. Это вот одно из сообщений. И, значит, Киев в предвыборных целях может попытаться устроить очередные вооруженные провокации на Юго-Востоке и Украине. — Это мы уже слышали. — И последнее, прочитаю сейчас, мол, нынешняя избирательная кампания на Украине имеет все шансы войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная. Это цитата, соответственно, заявление нашего МИДа. Ну, я понимаю, что, наверное, вас ничего не удивило в этих сообщениях, но, тем не менее, может быть, я зацеплюсь за первое сообщение, что оставляет мало шансов на нормализацию отношений. — Ну, на самом-то деле, Кремль в лице Дмитрия Пескова уже тут все точки нады и иллюзии развеял. Я понимаю, что в России как бы почему-то считают, что Крым наш, в смысле российский, но у нас точка зрения противоположна по этому поводу. И когда руководство России требует признать потерю территорий, то на это не пойдет ни один политик. — Пример Грузии, мне кажется, он для всех очень очевиден. И Саакашвили уже, и даже у нас поруководить успел Одесской областью, и уже давно живет в Европе, и снова возвращается, собирается в Украину. Но отношения между Российской Федерацией и Грузией, они никоим образом не изменились. И эта рана, которая нанесла Российская Федерация грузинам, она болит, несмотря на то, что масса россиян любит отдыхать в грузинских городах. И нас ждет примерно аналогичная ситуация. А в ситуации, когда Кремль, он, извините, работает как просто, как отбойный молоток, требуя от Украины, по сути, сдаться, на это не пойдет ни один украинский президент. Даже если, я не знаю, там пройдет какое-то лунное затмение или солнечное, и Бойко станет президентом Украины. Ну, то есть, Бойко — это олицетворение той самой партии диалога, о которой мы слышали в новостях. Вот если так вот... Понимаете, сейчас Бойко пытается как бы вот сыграть на этих пророссийских настроениях, которые, понятно, что у нас много связывает и связывало, но факт остается фактом, что Бойко родился в городе Горловка, Донецкой области. И в свой родной город он поехать не может. Вот в ситуации, когда даже самый пророссийский кандидат находится в таких условиях, ну, мне кажется, на эту тему говорить не о чем. И, да, слушайте, останемся, такое слово, некрасивое и страшное, но в политическом и в межгосударственном плане мы останемся врагами на долгие и долгие годы. А ситуация вокруг граждан вашей страны, которые, ну, по стечению обстоятельств стали гражданами России. В Крыму проходят очередные задержания, в крымско-татарской диаспоре. И сегодня... У этих людей остались украинские паспорта, да, у крымских татар, у многих, во всяком случае. И с сегодняшнего дня прекратил действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Понятно, что смешно уже говорить о дружбе, но, тем не менее, это может стать фактором военного обострения вот по этому направлению или все-таки? — Если мы говорим о Крыме, то у нас просто нет возможности военным образом как-то противостоять. То, что МИД тут намекает, что мы там начнем освобождать Донбасс, это, как мне кажется, не более чем российская пропаганда, потому что мы эти вещи слышим последние пять лет. Проанализируйте высказывания как президента Российской Федерации, как гауляйтеров, которые в Донбассе, они все время говорят о том, что вот доблестная украинская армия сейчас начнет пожирать русскоязычных детей. И атака на украинские корабли тоже интерпретировалась в России так же. Но линия фронта стабильна, и на данный момент все прекрасно понимают, что освобождение украинской территории потребует войны с Россией, прямого боестолкновения, и повлечет безумное количество жертв с двух сторон. И эта попытка, скажем так, не факт, что закончится в результате успешно. Поэтому, что бы ни говорили украинские политики, никто на этот шаг не пойдет, потому что мы вас боимся, а если мы вас боимся, значит, это повышает наши шансы на выживание. Успею, наверное, спросить про Саакашвили, вами уже, соответственно, упомянутого, который был, который уехал. Я так понимаю, что, собственно говоря, как раз и Зеленский сказал, что призовет его в свою команду. Если выиграет выборы. Да, разумеется, если выиграет выборы. Как вообще к этому относится? К господину Саакашвили многие относятся позитивно. Но дело в том, что мне бы очень не хотелось, и что мне не понравилось в его последних действиях, что на вот этом этапе, перед тем, как его депортировали из нашей страны, мне иногда казалось, что он начинает бороться не с лично президентом Украины, а с институтом президентства и потенциальному президенту Владимиру Александровичу Зеленскому надо это тоже как бы учитывать. Ну, посмотрим, это было, да, поспешное заявление, непоспешное. В общем, в любом случае, остается три недели, мы еще посмотрим, кто это, хуизмистер, да, Зеленский. У нас будет возможность это выяснить. Самое главное, что не только у нас, а у избирателей, которые за него голосовали или будут голосовать. Закончилось все, у нас временно, заканчивается эфир. Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН, был у нас в эфире. Говорили про украинские выборы, к этой теме еще будем возвращаться не один раз. Все, всем спасибо, до свидания. Спасибо, спасибо, до свидания. Еще сейчас мы остаемся.